Итак, дорогие друзья, Бизнес.ФМ, Другой Ты, мы снова в эфире, и сегодня у нас Америка на связи, но это наши друзья, наши братья и сестры, наши соотечественники, сильнейшие люди планеты, которые сегодня расскажут, что происходит в Америке и что происходит сейчас в силовом виде спорта. Итак, самая сильная девушка планеты Марьяна Гаспаряна и ее тренер по совместительству супруг Сергей Пономарев сейчас в Америке и сейчас с нами на связи. Ребят, привет, я очень безгранично рад вас слышать. Привет, взаимно. Привет, Валихан, привет все-все-все твои слушатели, смотрители. Смотрители, да, смотрители особенно. Как происходят сейчас у вас дела, как долго вы сейчас находитесь в Америке? Вот расскажите о вашем переезде, о вашей адаптации. Я вижу по инстаграму, я вижу по соцсетям, что вас приняли прекрасно, и вы сейчас очень сильно развиваете как медийно, так и с точки зрения спорта. Ну вот, рассказывайте. Кто начинали? Основной будет у нас объект Марьяна, а я так, на танцовке. Да, в общем, мы находимся в Америке уже два года, вот как раз 5 мая было ровно два года, как мы переехали. Встретили нас шикарно, несмотря на то, что мы как бы не знали язык, нас все пытались понимать, все, в общем, все отлично изначально складывалось и по документам, и отношения с людьми, и как бы наше отношение к Америке, как мы здесь себя чувствуем. Все, все хорошо, все супер, все нравится пока. Но поднятые килограммы, они переводятся на любой язык, тем более поднятые килограммы, такой миниатюрный девушка, как ты, до сих пор твои рекорды не побиты. Вот расскажи немножко, вот Америка, конечно, ошарашена была твоими рекордами, даже когда ты находилась здесь, в Казахстане. Ты прилетела, ты прилетела в Америку, теперь американская земля носит рекордсменку мира, пока еще не побежденную рекордсменку мира. Вот в каком зале тренируетесь, есть ли ученики, что вы несете в массы, в американские массы теперь? Да, в общем, мы тренируемся, то есть изначально у нас контракт был, почему мы и переехали в Сан-Диего именно, изначально был контракт у нас с организатором Керньюис Локман, Рассел Керн, и его зал, Калифорния Элит Тренинг Центр. Вот, и теперь у меня я, ну, наверное, на моей памяти единственный спортсмен, который получает зарплату за то, что спортсмен. Вот, и этот зал очень сильно нас поддержал, и, как бы, собственно, почему мы здесь и находимся, в Америке, потому что... Мы получили этот контракт, и тренируемся, работаем в Калифорнии Элит Тренинг Центр. На самом деле, я была удивлена, когда мы переехали сюда, насколько крутое здесь оборудование, сколько штанг для каждого вида упражнения, свои штанги, и такого я никогда еще в жизни не видела. Я бы на зале была одна штанга, на котором я тренировалась, и все упражнения делала только на этой штанге. Здесь приходилось привыкать к тому, что на каждое упражнение, на жим нужно менять штангу, брать свой, ну, как бы, свой вид. Вот, это для меня было очень удивительно, но, несмотря на это, это очень круто заниматься, как бы, в таком профессиональном зале, где есть все для спортсменов, где создается условие для того, чтобы поднимать эти рекорды. Ну, Марьян, я смотрю за твоим инстаграмом, слежу за лентой, слежу за сторисами, и я понимаю, что за два года в таких благоприятных условиях для пауэрлифтинга твои результаты выросли. Расскажи немножко сейчас от силовых своих показателей, где ты прям сильно стартанула, где чуть-чуть, и что нового внесла в свой тренировочный процесс. Отдельно я, как тренеру Сергею, отдельно буду вопросы еще задавать. В общем, после того, как мы переехали сюда, это был восемнадцатый год, я в Керниус-Опен проиграла в том году, я стала третьей в абсолютке, это был для меня, конечно, настоящий шок. И я очень долго приходила в себя, и на самом деле я разозлилась на себя очень сильно, потому что Сергей мне все время, все семь лет говорил, что я мечтаю, чтобы ты проиграла, я мечтаю, чтобы кто-нибудь тебя натянул, чтобы ты включилась, чтобы ты могла нормально тренироваться. И вот с восемнадцатого, вот Керниус-Опен, до девятнадцатого года я на самом деле работала над собой, и во мне включился какой-то зверь, проснулся новый, новый человек абсолютно, новый спортсмен. И вот за этот год я на самом деле реально рванула, наверное, во всех трех движениях. То есть и в приседе я подняла намного больше, и тяга, которая у меня в принципе стояла четыре года, я подняла сразу на 20 килограмм больше, да. Обалдеть. То есть как бы, наверное, тяга – это самое главное, что меня поразило, потому что тяга у меня стояла очень долго. То есть я 200 тянула, 205 не могла потянуть вообще никогда. Вот. И тут за этот год, за один год я 20 килограмм в тяги, конечно, выпала. И это на самом деле мне дало больше какой-то мотивации, силы, что значит у меня тяга будет расти и дальше тоже. Да. Вот и теперь вот вследствие этого вопрос сразу к тренеру. Серега, вот расскажи. Слушай, у тебя большущий опыт. Ты и готовил бодибилдеров, и готовил пауэрлифтеров. Вот скажи, в целом вот эта вот атмосфера зала, да, тренировочного зала, она похожа на нашу казахстанскую? Или все-таки в Америке другая аура? Или пацаны-бодибилдеры и пауэрлифтеры, они везде одинаковые? Мне вот интересно как самому, как атлету. Ты знаешь, по духу своему похожи, но немножко отличается все-таки культура. Но они действительно включенные. То есть американцы – это такая комьюнити. Если пауэрлифтеры, то это пауэрлифтеры. Они никак не пересекаются с бодибилдерами. Они не знают имен бодибилдеров, ты не поверишь. Наши пауэрлифтеры, казахстанские, российские, знают имена знаменитых бодибилдеров. Американцы не знают, никого не знают. Здесь рядом занимается Серджио Олива. Я говорю, ты знаешь, кто это? Я говорю, как ты не знаешь? Я не знаю, говорит, кто это. Я говорю, ну ты чего, Серджио Олива? Ну, в общем, не пересекаются. Они стараются не пересекаться, наверное, так, как у наших. Потому что у нас все-таки качалка, да, в Алихам? Да, качалка. У нас все хотят, кто в зале, хотят много подниматься, и все хотят хорошо выглядеть. А у них нет. У них строго пауэрлифтеры, им все равно, как они выглядят, они хотят поднимать. А бодибилдеры строго занимаются построением фигуры. В этом, наверное, есть небольшое отличие от наших спортсменов, но мы догоняем, как бы, русскоязычные, казахи, русские, киргизы, да, мы догоняем уже их, в принципе, по всем этим направлениям. Ну вот скажи, вот на твой взгляд, кто амбициознее, вот постсоветское пространство или же американцы, кто больше заточен вот на победу? Ох, я думаю, американцы более включены. Да? А они фанаты. Вот. Сейчас объясню, почему. Нашему, скажем, давай я буду называть и тебя, и меня немца, и тебя, корейца, называть русскими. Русский брат, он так приучен, что мы должны зарабатывать себе на жизнь, а спорт уже как наше хобби, пусть она будет на первом плане, он на это хобби. Американцы же, они более включены, да, у них есть возможность подрабатывать, чтобы обеспечить себя в спорте. То есть приоритетность разная, да, мы живем за счет того, что, ну, как бы, мы работаем, чтобы была возможность заниматься, а они занимаются, и иногда там чуть-чуть где-то подрабатывают, да, вот, то есть приоритетность... То есть, да, спорт для нас это хобби, а для них смысл жизни. Вот, наверное, в чем разница, даже от Мариана, от чемпионки мира, разница в том, что для них это хобби, и их это очень раздражает. Я тебе скажу, что их это удивляет, и они переспрашивают, ты серьезно сейчас говоришь? Она говорит, да, допустим, ну, объясняет. Они не могут поверить, они реально живут этим, то есть они включены очень сильно. Вот, друзья, я сейчас, вопрос прям к вам обоим. Мы недавно разговаривали с Кириллом Сарычевым, наш общий друг, который возглавляет Федерацию ВРП в мире, да, ну, конечно, сейчас больше по постсоветскому пространству, но в Америку я тоже знаю, что в РПФ пришел. Вот Кирилл Сарычев, он такой вот, он говорит, пауэрлифтинг – это спорт, который пришел к нам из Америки, но сейчас мы делаем шоу намного круче, чем вот сами американцы. Я не был на турнире в Америке, ну, вот на тех турнирах, где вы выступали, только был на чемпионатах мира официальной там федерации ВПЦ, там, IPF. Ну, скажу так, что ничем не отличаются, наши даже поинтереснее будут, но вот эти вот коммерчески альтернативные соревнования, вот все-таки я с Кириллом не всегда согласен, я думаю, что, например, Боссов Боссов, он там, ну, такой прям звучащий турнир. Есть ли отличие? Вы были на всех турнирах, и на IPF, и на ВПЦ, на ВРПФ, и на турнирах в Америке. В чем кардинальное отличие? Где вот прям вот такое вот шоу, которое достойно там олимпийских игр? Все знают, что пауэрлифтинг борется за вступление в олимпийскую семью, вот, и не пускают ее только потому, что шоу не совсем достойно олимпийского, да, то есть немножко скучновато, говорят. Вот расскажите немножко, в чем отличие от турниров, которые проходят в Америке, альтернатива, такая, где заряд, где тестостерон? Ну, лично по мне, самые запоминающие турниры, на которых я участвовал, там, где было по-настоящему, устраивали огромное шоу, там, где можно завлечь людей, это ВРПФ Москва, наверное, то есть вот это экспо, когда они устраивали, огромная сцена, вот эти мотоциклы, которые стоят, живая музыка, знаешь, здесь в Америке такого нету, то есть здесь даже нельзя заказать свою музыку, то есть если я выступаю под какую-то любимую песню, я не могу это заказать, потому что здесь очень строго в этом отношении, и на самом деле это, наверное, влияет. Да, здесь крутую музыку ставят, все хорошо, все зажигает, но, может быть, для меня, как бы, нет, не для меня, для кого-то, сыграло бы роль, если бы он выступал под свою любимую песню. В Москве это доступно, то же самое, допустим, у нас в Казахстане это было, да, то есть мы можем, то есть ВРПФ предоставляет спортсменам те возможности, которые им нужны для поднятия огромных весов, скажем так, плюс шоу. Америка, они не устраивают шоу, те же самые Боссов-Боссов, они делают в зале соревнований, то есть там нету массовости такой. Да, Кенниус-Опен в Америке, наверное, это единственное соревнование, единственный турнир, который устраивает шоу. Но вот когда смотришь по камере, кажется, что там просто какой-то олимпийский, что Боссов-Боссов, что Кенниус-Опен, кажется, что там просто олимпийский, что куча народу, но это, наверное, удачные съемки, удачная работа операторов, потому что со стороны действительно кажется, что это достойно олимпийских игр. Ну, значит, я так понимаю, что мы не хуже, что мы там вровень идем, и от создателей пауэрлифтинга мы не отстали. Вот на данный момент, продолжая наш разговор, сейчас практически все старты, в том числе в Америке и в России, они стоят на паузе. Вот, я бы хотел следующий вопрос задать о том, вот как вы относитесь к тому, что сейчас большая часть рекордов, в том числе и знаменитая становая тяга в 501 килограмм от Бьонсона, они проходят сейчас онлайн. Вот вы пока подготовьте ответ на этот вопрос, а мы прервемся буквально минутку на рекламу на Бизнес.ФМ. Ну что, друзья, мы возвращаемся, Бизнес.ФМ, другой ты, у нас сегодня связь с Америкой, со знаменитой рекордсменкой в пауэрлифтинге, непобедимой до сих пор, Марьяна Гаспаряна и ее тренером Сергеем Пономаревым. Мой вопрос был о том, как вы сейчас относитесь к этим турнирам, которые в рамках пандемии по всему миру проходят онлайн и ставятся рекорды. Потому что большая часть людей говорит, нет, там не было куража, не было такого соревновательного эффекта, соответственно, такого тремора у спортсменов они не переживали, потому что находились в своих залах. Кто-то говорит, он поднял эти 501 килограмм или пожал там эти 335 там от груди. И вес от этого же не меняется, и были международные судьи, потому что разницы нет. Вот, Марьян, сначала вот ты как рекордсменка, действующая рекордсменка, а потом мнение тренера тоже узнаем. Я думаю, что, может быть, они разнятся даже. Ну, я думаю так. Я бы не стала в таких условиях ставить рекорды, потому что это не та атмосфера. То есть рекорд был поставлен при студиях, это все считается, скажем так. Но это не развивает пауэрлифтинг, потому что в этом нет ничего интересного. Да, весь мир смотрит, как сейчас хаптер поднимет эти 501 килограмм на самом деле. Все было по правилам, все было взвешено, все веса. Но для меня это не является пауэрлифтингом. Для меня пауэрлифтинг настоящий, где ставятся рекорды, это сцены, это понос. Там, где соединяются конкуренты, там, где дух захватывает. Когда ты смотришь на этот батл между, к примеру, Стефи и Марианной, да, и когда весь мир просто ждет, что сейчас произойдет, вот это настоящие рекорды, я считаю. А в зале, ну, может быть, это и есть рекорд, но это не так интересно и это не так привлекательно, как могло бы быть на полности. Ну вот, Сергей, если Мариана считает, что такие рекорды не развивают пауэрлифтинг, ты как тренер, как вот абстрактно, да, не бери себя как атлета. Да. Ты знаешь, у меня было два мнения сначала. Потом мы смотрели прямой эфир, ну, когда все взвешили, но вспоминаю слова покойного Константинова, он сказал, да, завтра может не быть. Мы точно не знаем, какие обстоятельства у Тора, у автора, да, и у меня двоякое мнение. Я с Марианной согласен, то есть я признаю этот рекорд, я как рекорд признаю. Я также понимаю Мариану в том плане, что он не развивает пауэрлифтинг такой подход. Потому что, ну, мы тогда сейчас все можем начать выступать у себя дома, по-настоящему взвешивать, пригласить судей. Благо, что у тебя под рукой есть и судьи, и у нас в нашем спортзале есть много судей, есть оборудование для этого. Но мы, наверное, все-таки не для этого выступаем, да, не только хочется как-то, чтобы это все было медийно, как-то хочется, чтобы это все развивало и было интересно. То есть мы не только для себя, как говорится, это делаем. Хоть все и лугавят и говорят, я для себя занимаюсь, но это неправда. Мы занимаемся для тех, кто следит за этим, за всеми любителями пауэрлифтинга, да, то есть для этого мы все это делаем. Ну вот, а вот у меня, знаешь, а вот у меня, знаешь, какое мнение? Я считаю, что вот сейчас период пандемии для пауэрлифтинга, я думаю, это очень хорошо. Почему? Потому что сейчас бы все остановилось. Я просто вот как представитель других видов спорта, да, вот триатлон, ММА и марафон, я понимаю, что там мы просто сейчас в холоде, да, то есть мы заморозились, мы ничего не делаем и, соответственно, на какой-то промежуток времени зрители, болельщики, они забывают о этом виде спорта, то есть и теряется интерес. Что делает Хафтер? Он этот интерес подогревает. Да, может быть, конечно, ему было легче сделать это дома, там, в своем родном зале, когда рядом близкие, никто не отвлекал, не было соревновательного эффекта, и он целенаправленно, сконцентрированно шел на свой рекорд. Но, тем не менее, посмотрите, сколько у него было просмотров в прямом эфире, да, это больше миллиона, то есть он все равно в это сложное время, когда все практически сидят дома, ничего не делают, он подогревает к этому еще и интерес. Он продолжил это делать и еще и вызвал набой, да, то есть уже это вообще было... Да, но при этом еще нужно учитывать, что не у всех есть такая возможность, к примеру, дать ему ответ. То есть многие спортсмены сидят дома, у них нет такой возможности заниматься в своем зале. То есть, может быть, кто-то и мог сейчас поднять 505, но извините. Но при этом, видите, он заточил этих людей. Я знаю, что там сейчас в России недавно было интервью у российских пауэрлифтеров, и Белкин сказал, что есть там парень в России, который может, по-моему, как-то его медведи, по-моему, зовут... Иван Макаров. А, Макаров, да, Макаров. Иван Макаров готовится поднять там 505. То есть все равно кого-то он заикарил, и кто-то уже готовится побить и его рекорд. Так что я думаю, в этот момент вот такой вот положительный, я его считаю белым хайпом, это здорово. И вот если там абстрагировать на другие виды спорта, даже проведенный единственный турнир, который проводили по боевым искусствам UFC на Бойцовском острове, да, это же тоже фактически вот в онлайн-режиме все проходило. Никого не было. Были только бойцы, были только судьи. И при этом все любители смешанных единоборств единомоментно начали смотреть. Потому что все, другого контента нет. Единственный турнир, который это проходит, проходит именно вот здесь, вот на Бойцовском острове. То есть я думаю, что на период карантина, на период самоизоляции, когда все закрыто, я думаю, это все равно здорово, что каким-то вот все-таки таким хотя бы примером он подогревает этот интерес. Я к чему это все веду, Марьяна, не хочешь ли ты сейчас установить какой-нибудь рекорд онлайном, вызвать кого-нибудь и сделать в своем зале вновь рекорд в становой тяге, подняв там, не знаю, 220, например? Ты знаешь, как я уже сказал, нет, я такие рекорды ставить не хочу. Я лучше подготовлюсь получше на Керньюэс ОПЕН. Мы надеемся, что в ноябре он все-таки будет. И у нас еще есть один турнир в сентябре, который как бы ожидается. Это шоу-даун называется, в Нью-Йорке будет проходить. Мы очень надеемся, что сейчас все расслабится, отпустит и все-таки эти соревнования состоятся. По поводу, Ларикан, по поводу ее настроения сейчас в спорте. И я тебе скажу, наблюдая за спортсменами нашего зала, мы скажем так, мы тайно занимаемся в спортзале. То есть мы не имеем права официально договорить, мы тайно открываем его, заходим и тренируемся. С нами занимаются еще полурифтеры, профессионалы тоже, ребята, чемпионы мира. Но я вот что хочу сказать. Настрой очень сильно у всех подломан. Оказывается, когда нет в зале людей, когда нет всемирного отношения карантина, спортсмены другие стали. Все есть, время есть, есть план работы, есть целое время, чтобы повысить свои результаты. Все ушли вниз, все ушли вниз. Это связано с головой. Видно сразу, что когда у тебя отодвинулась твоя цель, то есть спортсмены сразу, сразу спустили обороты. При том, что они понимают, даже я замечаю, что хотим, мы сделали план, не получается. То есть картина на цифрах совсем другая. То есть веса начали падать, я тебе так скажу. Ну вот, продолжение, как раз ты просто опередил даже вот этот вот следующий мой вопрос. Я теперь как менеджер спортивного клуба. У нас здесь разделились тоже мнения. Вот все, кто, все операторы фитнес-индустрии, большинство очень сильно переживает, что люди настолько привыкли заниматься в карантине, да, то есть вот дома где-то сделают свои какие-то мини-студии дома, берут минимальное количество оборудования, поддерживают свою форму. И часть из них говорит, слушайте, а мне очень комфортно здесь, мне больше не нужен зал. Вот как в Америке обстоят дела, вот скучают по залу? Или же все-таки пришел момент адаптации, когда люди сказали, ну нет, все, вот раз мир поменялся, мы будем дома тренироваться? Хороший вопрос. И я скажу о своих ощущениях, да, потому что у нас пошли такие разговоры о том, что сейчас экономика мировая будет падать, самолеты не скоро восстановятся, следовательно, отели, у нас город Сан-Диего, это туристический тоже город. И тут целая цепочка, да, не летают самолеты, не работают гостиницы, не работают гостиницы, аренда автомобилей не работает, начинают автомобили парковать уже вот на гостиничных парковках. То есть бизнес ведь умирает. Также у нас есть много клиентов, которые нас тренируют, состоятельные люди, они говорят, вот, скорее всего, переживаем, что у вас бизнес тоже будет умирать. Но за время карантина мы заметили одну вещь. Я уверен, на 100% будет взрыв в фитнес-индустрии. Народ понял одно, бог с ним, с карантином, это вот все до одного клиенты, которые сейчас сидели дома, и новенькие, которые даже не посещали зал наши знакомые, все до одного, пусть только откроют спортзалы, хотя бы залы бы открыли. И у меня предчувствие, несмотря на то, что будет мировая экономика себя падать, посещения спортзалов не будет меньше. Ни в Америке, я уверен, ни в Казахстане, нигде, потому что на сегодняшний день фитнес – это недорогое удовольствие. И человек откажется от похода в ресторан, но не откажется от месячного абонемента в спортзал. И поэтому по настроению людей, ты спрашиваешь именно настроение людей, я скажу, что настроение людей – быстрее, мгновенно вернуться в спортзал. Это вот точно прям чувствуется, народ прямо аж газует. Ну это такой закон отсроченного спроса, да, то есть потом мы это все слегка... Я тоже очень сильно на это надеюсь, поэтому я тоже своим коллегам говорю, ребята, ну это же совсем другое. Социум, он должен быть и социумом, то есть люди привыкли общаться. По поводу домашних тренировок, обязательно подчеркну. Все до одного клиенты, профессионалы, новички, буквально там подснежники, до одного все сказали, невозможно заниматься дома, это просто ужас какой-то, не хотят вообще заниматься дома, и быстрее бы открылся зал. То есть это вот важный момент, хотел обязательно подчеркнуть. Ну да, потому что вот я тоже думаю, что это атмосфера другая, дом – это уют, это спокойствие, это отдых, и как-то вот там не сильно ты максимально так можешь себя раздозорить. Но вот мы вчера с ребятами встречались, встречались в Zoom, кстати, в Zoom, встретились на конференции, и там были пауэрлифтеры и часть бодибилдеров. Мы обсуждали вопрос возобновления работы фитнес-клубов, ну в частности в Алма-Ате, и когда уже конференция закончена, ребята спросили, говорят, вот ты завтра с Марианной, Серегой будешь встречаться. Глобальнейший вопрос, он всех интересовался. У Сергея Серешева, это наши знаменитые бодибилдеры и фитнес-чемпионы, монетизация этого вида спорта. Вот у нас есть УПАН УПЕК, у нас есть Сергей Серешев, они медийные в Казахстане, но при этом рекламных контрактов у них не так много. Да, у УПАН есть Майпротеин, у Сергея еще какая-то компания, но понятно, что это невеликие деньги, хотя чемпионские титулы у них даже по рамках Америки очень крутые. Вот, Мариан, да, вот, Мариан, ты мега-чемпионка, у тебя, я даже не представляю, у кого из пауэрлифтеров есть только титулов в пауэрлифтинге, понимаешь, ты выигрывала все, что можно придумать в пауэрлифтинге, ты все выиграла. Вот как обстоят дела у таких вот чемпионов, вот такого топового ранга, что касается монетизации, рекламные контракты или же какие-то, ну не знаю, медиаресурсы какие-то ты используешь, что происходит, или также у тебя вот просто вот один есть спонсор, который тебя держит на плаву? Один спонсор – это Сергей Пономарев. Нет, она не знает, это обрадует сейчас поклонников пауэрлифтинга или наоборот расстроит. Нет. Сейчас объясним. Мы хотим стремиться к нам. На ней вот монетизации у американцев преимущества нет. То есть ты на спорте не можешь заработать. Ни в каком виде спорта, ни подибилдинг, ни пауэрлифтинг. Мы не будем говорить о тех единицах, которые получили золотые контракты, кто там в шестерке Олимпии, грубо говоря, в шестерке, не в десятке, в шестерке. И в пауэрлифтинге, а в пауэрлифтинге никого нет, только у кого миллион подписчиков. Инстаграм и тот имеет какие-то там контракты. Но это все, если сравнить все эти ресурсы, если ты вложился в бизнес, это будет гораздо интереснее и ярче. А единственная разница, вот я еще раз подчеркну, что здесь для того, чтобы заниматься спортом, содержать семью, ты можешь иметь какую-то нетяжелую работу, и тогда ты сможешь. Неполновременно. Но, я еще раз бы не знаю, обрадует это наших соотечественников оттуда, или наоборот расстроит. И пусть никто не тешит себя, никто здесь не сможет монетизировать себя, даже будучи как Серешев и так далее. Другое дело, что Америка страна больших возможностей, и ты здесь можешь как-то шире себя реализовать в других областях, как в спорте и так далее. Но это огромный рынок, здесь огромная конкуренция, здесь не так все просто. Но при этом в Америке тех же самых спонсоров найти гораздо легче, потому что американцы готовы, в принципе, платить, как бы давать какие-то спонсорские, если ты что-то взамен им можешь дать. У нас, допустим, ну я не знаю, у нас вообще с этим очень-очень плохо, очень строго, потому что те же самые американские компании, они не будут платить российским атлетам, потому что им это невыгодно. А если ты находишься в Америке, то уже есть какие-то шансы. Мы сразу что-то, они рассматривают какие-то варианты. Да, мы сразу получили контракт с SBD, я написал им письмо, да, SBD. И экипировка, в основном IPF, конечно же, они спонсируют, но Амариану они тоже решили спонсировать, и они финансово ее спонсируют, и полностью экипировка вся на них. Ну вот, тем не менее, монетизация есть, то есть... Да, это было очень быстро. Да, это было очень быстро. То есть, получается, менеджер клуба, который организатор соревнований, да, это уже один спонсор, плюс SBD, это крупнейшая компания, Squad Bench, Deadlift, которая производит экипировку для аккредитованной федерации, мировой аккредитованной федерации IPF, это уже хорошо, то есть зря вы так награли. Потому что у нас здесь, на постсоветском пространстве, вы же знаете, мы привыкли, вот у нас все плохо, а вот в Америке знаменитые пауэрлифтеры, бодибилдеры, они зарабатывают деньги на рекламу. Оказывается, ведь не так все и легко, и не такая уж Америка на самом деле в этом не продлилась. Да, не так все легко, но возможно. Возможно, но опять-таки, у меня здесь много учеников чемпионов мира, но у них нет таких контрактов. То есть, Марьяна, на самом верху, и какой-то там никакой маленький контракт мы получили, и слава богу. Вот в общей своей массе, мы же говорим про массовый спорт, что даже большинство сильных ребят, я бы не вкладывал в это, то есть, не рассчитывал на то, чтобы заработать. Я бы искал другие возможности, продолжал бы заниматься спортом, но искал бы другие спонсоры. Ну, я, Сергей, не соглашусь, потому что есть очень много маленьких компаний, которые дают небольшие спонсорские, то есть, это может быть в виде одежды, это может быть в виде там спортпита. Да, деньги они не предлагают, но есть очень много компаний, которые готовы сотрудничать. Ну, в принципе, как и у нас. У нас сейчас тоже самое. Но вот на этой оптимистичной и позитивной ноте мы прервемся на одну минуту рекламы на бизнес-эфе. Итак, дорогие друзья, мы возвращаемся. Бизнес-эфе, другой ты у нас рекордсменка мира. Вообще рекордсменка планеты по пауэрлифтингу, сильнейшая девушка планеты Марьяна Гаспаряна. Ее тренер, я буду всегда так говорить, по совместительству супруг Сергей Пономарев. Ребят, еще раз привет. Мы говорили о монетизации спорта, в частности, о монетизации пауэрлифтинга. Я вот сейчас хотел бы снова вернуться в залы. Вот вы долгое время, практически всю свою жизнь прожили в Казахстане, и вы видели огромное количество фитнес-клубов, огромное количество залов по всем регионам, потому что вы проезжались по всем чемпионатам не только в Казахстане, но и в России. Вот соизмеримость наличия фитнес-индустрии, например, в Сан-Диего, оно прям сильно-сильно далеко убежало от нас, казахстанцев. То есть вот если вот на наличие, например, фитнес-клубов и тренажерных залов в Алма-Ате, да, вот вижу, что Сергей улыбается, видимо. Во-первых, что самое интересное для меня было открытием большим, что в 1939 году первый город в США, в котором появился первый спортзал, это Сан-Диего. Именно в нем первые появились бодибилдеры и первые пауэрлифтеры. Как тебе такая новость? Это круто. Это первое. Второе, Сан-Диего – это Калифорния, и Калифорния от всех штатов очень сильно отличается тем, что здесь тепло и очень много людей, вовлеченных в фитнес-индустрию. Здесь ты всегда с утра улыбаешь. Масса людей, которые бегают, пробежки, велосипед, хайкинг, прогулки, да, ну то есть люди занимаются. В фитнес-спортзалах сетей очень много. LA Fitness вместимость очень высокая, и этих сетей просто, ну я не знаю, в каждом районе множество крупнейших залов размером свой ворлб-класс, да. А по оборудованию, ну не круче, конечно, с твоего ворлб-класса, это 100%. Не круче, конечно, не круче. Но количество людей такое, да, они предлагают, конечно же, услуги. За 20 долларов ты можешь посещать без ограничений спортзал, бассейн, теннисный корт, джакузи, сауну и, я не знаю, баскетбольный зал. Ну, групповые уже там отдельно какая-то оплата идет, совсем небольшая, но тоже это все доступно. 20 долларов в месяц, я думаю, это очень низкая цена для американцев. Цены никакие, как ворлб-классе, да? Да, кофе попить стоит, так же 20 долларов, там, в своем троем попить. Поэтому в этом плане они убежали тем, что очень много, и очень много людей вовлеченных, я думаю, здесь процентов 20 населения в спортзалы записано. То есть независимо от возраста. Пожилые, очень пожилые, даже 80-летние, 90-летние, я встречался с людьми, мы беседовали очень много в спортзале, уже завязались с дружбой с какими-то людьми. Очень много людей вовлеченных в фитнес. Да, я бы отметила, наверное, единственный момент, разницу, да, там, тем же самым Казахстаном, ни качество спортзалов, ни обслуживание, ни... Обслуживание у нас, наверное, даже как бы лучше, потому что у нас более внимательнее. Но и количество пожилых, сколько здесь занимается. Но учитывая, что Калифорния самый спортивный штат, сколько здесь пожилых занимается на самом деле. И это... Ну, радостно на это смотреть, конечно, и горько от того, что у нас не могут так-так. У нас там в 50-60 лет все, уже превращают себя в бабушек, дедушек, садятся дома с внуками и все. А здесь 90 лет, они путешествуют, они ходят в спортзал, занимаются и там что-то пытаются еще качать, какие-то веса берут. Ну, это приятно смотреть. Ну, я думаю, весомый вклад в развитие вообще фитнес-индустрии в свое время внес туда Шварценеггер, когда был губернатором Калифорнии. Я думаю, он тогда очень сильно это все популяризировал и неспроста его там назначили. Честно говоря, очень сильно горжусь, что один из представителей железного спорта ушел так максимально в политику, во всем пример. И это, конечно, это, конечно, потрясающе. Я был пару раз в Сан-Диего, я действительно видел это огромное количество комьюнити, которые заряжены на здоровый образ жизни. Я также был удивлен, когда я увидел первый тренажерный зал под открытым воздухом. Первая моя мысль была, что у нас эту штангу бы утащили в первую же пятиминутку, а там это все свободно лежит, без никаких цепей, ничто не прикручено, лежит и лежит. Вот у меня такое... Я не успел позаниматься. Занимались ли вы в таких открытых площадках, где вот такие тренажерные залы? Потому что у нас такой альтернативы пока нет. Я мечтаю об этом, но я переживаю опять же о том, что не все оборудование сохранится в первую же ночь. Ну, у нас в Сан-Диего такого нету. Есть только в Санта-Монике, это в Лос-Анджелесе, да, мы там были, мы там чуть-чуть покачались, я не спичал. Но в Сан-Диего у нас, конечно, нету таких открытых залов. Ну, дело в том, что наш спортзал тоже огромный ворот, они открываются, ты практически на улице. Я помню, может быть, помнишь как раз ролик Кирилла Саныча, он держит камеру, шаг, я на улице, вот я свой взгляд. Да, это как ангар большой, да? Вот преимущество Сан-Диего, я вспоминаю, что там особо ты не паришься на оборудование в плане там приточно-вытяжной вентиляции, потому что, как правило, все большие залы, они в ангарах, просто открываются большие ворота, включаются вентиляторы, и вот тебе микроклимат. Именно так. Да, именно вот, скажем так, пауэрлифтерские такие клубы именно, они вот все такие. А LA фитнес, конечно, ну и другие клубы там, чусы и так далее, да, они все, конечно, кондиционерами, они уже цивилизованные, тоже огромные площадя, конечно же, ну и с вытяжками, как положено все. Ну и ребята еще попросили у вас спросить. Вот было несколько у нас стронгменов на этой конференции вчерашней, и хотели вот спросить. Конечно, Америка – это страна стронгменов. Вот, насколько сильно стронг, вот этот вид спорта, да, стронгмен развивается у вас там в Сан-Диего? Есть ли там какие-то отдельные клубы, отдельные чемпионы, которые вот прям пропагандируют эту тему у вас в штате? Я в прошлом году побывал, у меня есть ученица Си-Си Ингран, да, я видел, да, Чекера, и мы с ней пошли, у нее было приглашение тоже участвовать в соревнованиях, мы пошли посмотреть, это были чисто женское шоу, стронгвумен. Ты знаешь, да, количество участников меня поразило, я даже не знал, что сколько их, просто они совсем в других залах, у всех свои спортзалы, поликампы. Они направлены, да, сегментационные. Да, вот ты знаешь, кроссфитеры – это кроссфитеры, пауэрлифтеры – это пауэрлифтеры, бодибилдеры – это отдельно, и вот они стараются не пересекаться. Не то, чтобы у них войны, у них нет войны, они все nice, все хорошее настроение, но они не пересекаются, у них, они действительно чтут свой кодекс, да, скажем так, они очень уважают свои правила и живут по ним, и не нарушают их, они очень преданные в этом плане. И очень ревнивые, кстати, очень ревнивые относятся к этому. И это прям чувствуется, и даже для нас это была проблема, когда они узнали, что у нас много клиентов, мы в разных залах тренировали, и когда они узнают, что мы в зале бодибилдера, они не очень так улыбаются, им это не нравится. В силу того, что мы сами по себе, по духу немножко бодибилдеры, мы еще как-то сталкиваемся с бодибилдерами, мы знаем, чем они дышат, что они делают, в каких залах занимаются, и мы там тренируем. Но по стромбмену лично я никого не встречала, и ничего не знаю, потому что мне это и не интересно, и я даже их не встречаю здесь. Ты уже пропиталась, видишь, американским духом, поэтому ты в своем сегменте строго идешь. Я даже не знаю, здесь соревнования проходят или не проходят. Вот один раз были, я поехала на встречу с Сергеем и с Шекирой туда, там, где проходили соревнования, но я не доехала, потому что там были такие пробки, я просто развернулась и уехала обратно. Я говорю, приедете с нами, я не поеду туда. Это не мое, мне не интересно, и я не еду. Кстати, Мариан также готовит здесь по бикини девочек, одна девочка у нее уже выступила хорошо, сейчас еще одну готовит на серьезные соревнования, даже новичок будет, правда, но посмотрим. Ну, хочется напомнить нашим радиослушателям, что Мариан Гаспарян является чемпионом Казахстана по бодибилдингу еще. Да, и Сергей Пономарев тоже самое. Мы в юной молодости вместе с ним, а мы, ровесники, выступали на одной сцене еще по бодибилдингу. Мы были юны, у Сергея были на лице еще волосы, а я не был седой, а я не был седой. Так что у нас было бодибилдерское прошлое. Но у нас осталось буквально 3 минуты. Ребята, я безгранично рад был вас увидеть, все наши казахстанские атлеты, силовые атлеты. У нас пока дружная семья, у нас кроссфитеры, пауэрлифтеры, бодибилдеры, фитнесисты, мы все вместе, и стронгмены тоже, и все безгранично. В лице пятого, да? И Дашке, да, и Дашке Карпенко. Вот я хотел бы вот сейчас вам 2 минуты дать, чтобы вы передали привет нашим братьям и сестрам из силовых видов спорта в Казахстане. Давай, Марьяна. Ну, во-первых, да, всем огромный привет. Хочу сказать, что мы очень сильно скучаем, и все соревнования, которые проходят в Казахстане, на самом деле это частичка моей души. Я всегда, Сергей знает, я всегда говорю, что когда проходят соревнования, меня там нет, как так? И у меня сердце прям скучит с огромной силой, потому что я очень сильно скучаю, и мой путь был начат именно в Казахстане. Я очень близка со всеми спортсменами, которые там есть, очень сильно дружила, и успела уже как бы всех полюбить. Поэтому всем передаю огромный привет, и приглашаю всех в гости в Сан-Диего. Если будете, пожалуйста, наш дом открыт для вас. Ждем всех. Ну, все соревнования сейчас. Да-да-да. Ребята, всем-всем-всем-всем-всем-всем привет, кто нас знает. У нас очень много людей подписано, нам приятно. Всегда пишут комментарии в личку, в деревьях. Все очень хорошо, мы за всем так же следим, мы отмечаем. Это правда, Марьяна всегда с такой болью относится к соревнованиям, которые проходят в Казахстане, и всегда говорят, все-таки я скучаю по Казахстану. Вот на соревнованиях я там должна быть. Мне от кого-то кучи, не кучи, вот я предаю его, когда меня там нет. Ну, в будущем мы надеемся, что мы закончим процедуру с документами, и постараемся появляться на значимых соревнованиях. В Алихану наша дружба не закончена. Также мы тебя и ждем в гости, и всех, кого знаем, я многим писал, многие знают, я лично приглашал. Приезжайте, ребята, наш дом всегда открыт. Казахское гостеприимство, оно с нами всегда. В общем, в Америке, оно и в Америке казахское гостеприимство. Сто процентов, сто процентов. Все, ребята, пойдем. Спасибо вам огромное. До новых встреч.